О важности наличия хорошей специальной подготовки у сотрудников органов внутренних дел говорить даже не приходится. Еще бы служба обязывает представителей этого ведомства быть всегда на чеку и принимать правильные решения в самых разных, порой даже экстремальных ситуациях. Хорошим стимулом для постоянного профессионального роста являются соревнования и конкурсы. 11-й по счету турнир собрал в городе над Бугом лучших представителей всех областей республики. С каждым годом турнир приобретает еще большую популярность, а потому желание получить почетное звание лучшей только усиливается. Конечно же, любые состязания ставят своей целью выявить победителя. Но основная цель вот этих состязаний, которые проводятся в 11-й раз, это обмен опытом, общение по вопросам совершенствования тактики действия, в вопросах обеспечения безопасности личности общества и государства. Сюда собираются самые лучшие сотрудники департамента охраны. Они приезжают из различных городов в Весе Республики Беларусь. Организаторы подготовили большую спортивную программу. В течение нескольких дней сотрудники департамента охраны проходили самые разные испытания. Второй день состязаний был посвящен навыкам владения табельным оружием. Сборка-разборка пистолета Макарова и стрельба в тире показали. Правоохранители обладают довольно высоким уровнем подготовки. Поражение мишеней в десятку и сборка оружия за считанные минуты – высокие результаты не заставили себя долго ждать. Однако всем этим победам предшествовала серьезная длительная подготовка. Участвую где-то уже раз в восьмой. Хочу сказать, что уровень растет из года в год. Надо готовиться не за месяц и даже не за три. Где-то надо начинать уже сначала, ну, задолго надо тренироваться. Однако наиболее зрелищным мероприятием из всего списка было выступление кинологов. Обученные овчарки под чутким руководством своих инструкторов показали, на что способны. Полоса препятствий, захват нарушителя. Эти и другие испытания были встречены бурными аплодисментами публики. Брестская команда в этом виде состязаний многие годы была лидером. Поэтому сегодня не хочет сдавать позиции. Каждой собаке у берестейских кинологов свой подход. Дмитрий Ярошук и его мудрый питомец по кличке Зевс свою тактику тренировок выстроили уже давно. Дрессировка делится на общий курс подготовки и специальный курс подготовки. Каждый из этих курсов имеет массу особенностей. Еще здесь в учет берется индивидуальные особенности собаки. Одна требует более жесткого подхода, другая более мягкого, третья своего подхода. И между этими всеми видами надо балансировать. Выездные экспозиции, подробно рассказывающие об истории становления департамента охраны. Интересные спортивные состязания и мероприятия. Всем этим республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства запомнился не только берестейцам, но и гостям нашего города. Руководство ведомства уверено, что Брещено еще не раз примет спортивные турниры и переживет новые не менее искренние эмоции.